Невнимательность при выезде со второстепенной дороги обернулась серьезной аварией. На Сергиляхском шоссе столкнулись Toyota Ipsum и Honda Civic. Кто нарушил правила дорожного движения, выяснял Виталий Абрамов. Виновником пятничной пробки на Сергиляхском шоссе стал водитель Ipsum, который, выезжая со второстепенной дороги, не уступил Honda Civic. В итоге хэтчбэк влетел в левый бок Toyota. К счастью, этого не произошло. Бригада скорой помощи диагностировала различные травмы у женщины-водителя Honda и двух пассажиров Toyota. Стоит отметить, что в момент ДТП в салоне Honda находилась годовалая девочка. Малышка находилась в детском автомобильном кресле, что и спасло ее от получения серьезных травм. Напомним, что дети-пассажиры – особая категория участников дорожного движения, безопасность которых лежит полностью на плечах взрослых. Именно взрослые, особенно родители, должны позаботиться о безопасности детей-пассажиров, перевозя их только в детских удерживающихся устройствах, соответствующих росту и весу у детей. Также за выходные произошло две аварии с участием мотоциклистов. В одном из них на перекрестке улиц Кирова и Горького водитель Саксида также не убедился и выехал на главную. В итоге подрезал мчащегося байкера. Прибывшая скорая помощь в срочном порядке госпитализировала 32-летнего мотоциклиста серьезными переломами. В момент дорожного происшествия светофорный объект находился в режиме желтого мигающего сигнала, который информирует участников дорожного движения подчиняться дорожным знакам. Автомобили с момента дорожного происшествия был трес, стаж его вождения составляет два года. С его слов, при выезде со второстепенной дороги он не заметил двухколесное транспортное средство. Госавтоинспекция вновь напоминает об элементарных правилах, от которых зависит жизнь и здоровье как самих водителей мототранспорта, так и остальных участников дорожного движения. Это не забывать об обязательном использовании мотошлема, соблюдении очередности проезда на перекрестках и соблюдении скоростного режима. Виталий Абрамов, Джур Березкин, НК Саха, Якутск.